Франок Вечерко, журналист, политический деятель Беларуси, советник Светланы Тихановской. Франок, рады вас приветствовать. Как вы нас слышите? Здравствуйте. Да, слышу вас хорошо. Буквально закончилась конференция. И вот сейчас нахожусь как раз в зале, где она проходила. Спасибо вам большое, что вы присоединились к нашему эфиру. Ну, смотрите, вот давайте начнем коротко, учитывая, что вы сейчас как раз на конференции. Поделитесь, пожалуйста, основными тезисами. Да, сейчас. Начнем с оперативных новостей, так сказать. А потом перейдем уже к более глобальной теме. Пожалуйста, вам слово, Франок. Ну, значит, собрались сегодня более 400 человек. В основном это представители гражданского общества, политики, журналисты, правозащитники. Все, кто работают в направлении освобождения Беларуси от диктатуры, усиления гражданского общества. И цель была переосмыслить, что вот прошло два года после начала революции, где мы стоим. Мы оказались в новой реальности с началом войны после февраля. И кроме того, что нам надо бороться за свободные выборы против диктатора Лукашенко, нам нужно сейчас бороться за освобождение Беларуси от оккупационных войск и за само существование Беларуси как государства. И сегодня вот эта тема, тема, каким образом освобождать Беларусь, возвращать какое-то уважение для Беларуси, можно. Вот мы это обсуждали сегодня везде, они вчера договорились создать переходный кабинет, который будет работать как протоправительство. Будет создан парламент, где будут представлены разные группы. Будет создана цифровая Беларусь, площадка для участия людей, которые находятся в Беларуси. Это как такая цифровая платформа, такой цифровой демократии. И приняли заявление в поддержку Украины, чтобы показать, что беларусы, они стоят с Украиной. Буквально где-то несколько месяцев назад мы в прямом эфире информационного марафона «Фридом» общались со Светланой Тихановской. И она сказала, что в нынешних условиях, когда, подчеркну это, она сказала, фактически Беларусь оккупирована Российской Федерацией, сейчас очень трудно делать какие-то изменения внутри страны. Есть огромная надежда только на так называемых партизан, которые внутри. Но все же, вы сейчас, учитывая, что вы сейчас на этой конференции, как вы видите в целом современную Беларусь, уже, давайте говорить по факту, освобожденную? Как это должно происходить? Давайте с первых шагов начнем. Ну, во-первых, у нас, кроме партизан, есть огромная сеть «Самисдата». Есть 200 тысяч человек, которые записались в план «Победа». Это такая онлайн-система, через которую происходит общественная мобилизация на протест. Люди получают задания, что они должны сделать. И вот рельсовые партизаны, про которых вы часто говорили, в том числе в эфирах, это результат вот этого плана «Победа». И у нас сегодня появился представитель по безопасности и по обороне. Это Валерий Сахащик, это бывший командир бригады специальных операций «Брестка». Помните, он записал такое видео в начале войны «Поддержка Украины». Так он сейчас стал, по факту, министром обороны у Светланы Тихановской. И его задача будет тренировать белорусских добровольцев, которые сейчас в Украине, ну и поддерживать тех активистов, которые будут делать и акты саботажа, и диверсии, и партизанку внутри страны. Да, не только силовым способом можно менять ситуацию. Мы пытаемся найти контакты с какими-то чиновниками и силовиками. И вот сегодня, знаете, объявление этого кабинета, оно создало какую-то новую нервозность внутри системы. Люди наконец-то увидели новый центр силы. И мы надеемся, что в ближайшее время можно будет увидеть каких-то перебежчиков, возможно, больше поддержки информации со стороны тех, кто внутри системы. Франок, вот вы озвучили очень хорошую стратегию по факту, но я напомню, что так называемые «красавцы». Помните, да, как Лукашенко назвал тех, если я не ошибаюсь, это ОМОН был или нацгвардия белорусская. Ну, в общем, люди в военной форме, которые охраняли резиденцию Лукашенко. На что еще один из этой толпы сказал, что мы с вами до конца. Вот тех, кто мы с вами до конца, имеется в виду самопровозглашенным Лукашенко, вы понимаете, насколько их много? И в силу того, что у вас есть идеи, план онлайн, вот такие конференции, сопротивление у самопровозглашенного Лукашенко будет и довольно-таки мощное. Вы это осознаете? Какие у вас здесь планы есть? Ну, первое, что нужно принять, что нету такого однородного силового блока. Там есть разные люди. Там есть процентов 10-15, те, кто поддерживает Лукашенко. Им нравится вот эта советская ностальгия, тоталитаризм сталинского типа, такой неокоммунизм, который там все пропагандистские сливные бочки продвигают. Есть сценики, которым важны просто деньги. Они будут работать за деньги, пока им платят. Есть, конечно же, люди, которые такого советской, российской ментальности, и которым нравится Путин сильно, и поэтому Лукашенко показывает все время «Вы будьте со мной, потому что за мной Путин». И есть, я думаю, что это самое большое количество, это те люди, которые просто сидят, которые по волне, которые просто исполняют задачи. И я думаю, что вот им надо показать какую-то альтернативу, возможность выхода из этой системы. И можно показать возможность несоучастия в этих преступлениях, которые делает Лукашенко. И я думаю, что вот последние два года мы построили контраст. Есть Светлана Тихановская, которая поддерживает, которая позитивная, которая предлагает реформы, которая инвестиции, европейский план реформ на 3 миллиарда. Ездит по странам, ее признают все цивилизованные правительства. И есть Лукашенко, который немножко шизофреник, дает какие-то странные указания, постоянно проводит военные учения, угрожает войной с Украиной, и вообще хочет послать в Украину. И, конечно же, у таких людей перед глазами выбор, и они понимают, что надо этот выбор сделать. И выбор, скорее всего, будет не в пользу Лукашенко. Давайте еще услышим, что говорила Светлана Тихановская. По сути, это главный оппонент Лукашенко и на президентских выборах. И действительно, вот эти новые этапы, новый этап, к которому приходит сейчас белорусская оппозиция. Давайте услышим Светлану. Можем мы сейчас... Да, можем услышать. Всех заключенных по политическим мотивам. Провести честные, свободные и демократические выборы. Отстоять независимость Республики Беларусь и вывести из нашей страны иностранные войска. Отстранить нелегитимный режим от власти. И обеспечить, чтобы в стране работали демократические институты. Я знаю, это звучит так, словно целей стало еще больше, чем в 2020 году. Но нам нужно признаться себе, что в любом случае нам пришлось бы встретиться с этими проблемами. И единственный способ справиться с ними – это действовать как единый народ. Франк, но опять же вопрос реализации. То есть цели понятны, но реализовывать из Беларуси возможно ли каким-то образом? Потому что расправа – метод усмирения. И это никто не отменял сейчас в Беларуси. То, что наличие смертной казни, и то, что сколько людей мы озвучивали, цифры прошли через тюрьмы и до сих пор находятся. Это как бороться правильно, чтобы добиться той цели, о которой говорили вы, в том числе, на конференции? Вот чтобы бороться правильно, нужно правильно выбирать инструменты. Сейчас момент, когда уличные протесты не имеют смысла. Людей сразу сужают на годы тюрьмы. Раньше садили на 15 суток, сейчас 15 лет. Нужно искать союзников внутри режима. И максимально деморализовать военных, которых сейчас заставляют воевать против Украины. Провести слаженную информационную кампанию против путинско-лукашенковской пропаганды. Важно создать коалицию всех работающих институтов гражданского общества, которые продолжают иметь своих активистов на земле, чтобы они тоже работали в одной связке, с другой стороны, работали в безопасности. Нужно найти и обеспечить их необходимым ресурсом. Потому что сейчас Лукашенко просто отлавливает всех инакомыслящих. И наша задача сохранить как можно больше активистов на тот момент, когда система начнет слабеть, и у нас появится новое окно возможностей. При этом мы усиливаем поддержку Украине. Те добровольцы, которые сейчас воюют в Украине, полк Калиновского, полк Погоня, это реально гонор Беларуси. Как это по-русски? И нам нужно поддерживать их, потому что они в том числе поднимают боевой дух белорусов. Но звать час на улицу, на какие-то протесты, под автоматы и гранаты, не имеет смысла. Это не приведет к переменам. Нужно подождать правильный момент, который может прийти через неделю, может через месяц. Для понимания тоже, против чего сейчас идет борьба демократической оппозиции, как-то говорил экс-руководитель Нацбанка, что Беларусь только начала свое падение в экономическом плане и станет полностью зависима от Российской Федерации. Вот с состоянием на сейчас, к чему ведет Лукашенко свою страну в экономическом плане, в геополитическом плане? Ну, он ведет к краху, ведет к состоянию российской колонии. Экспорт в Европейский Союз уже под санкциями. Там более 80% товаров обложены санкциями. Все эти коррупционные схемы, они прикрыты. Раньше они продавали нефтепродукты, брали дешевую нефть, а потом нефтепродукты отправляли в Европу, и за это жил Лукашенко. Сейчас эти все лазейки прикрыты, и поэтому они ищут как бы здесь подзаработать, подтягивают африканские, латиноамериканские страны, где-то Россия выручает. Но долго эта лавочка тоже не будет работать. Они это понимают, альтернативы нет. Но и такого долгосрочного там видения нет. Они только надеются на победу России, имея в виду людей в лукашенковском окружении, надеются, что будет нефть и газ, как и раньше, поступать, а Путин будет подкармливать время от времени. Это вся их стратегия. Наша стратегия – это режим избавлять ресурсов и показывать как обществу, так и номенклатуре альтернативные возможности. Потому что поддержки на инкорпорацию в России только 7%. Это максимум 7% людей, которые поддержат вступление или глубокий союз Беларуси с Россией. А Лукашенко, этот союз – это единственная гарантия его выживания. И он попал в такую западню, ловушку, которую сам и создал. Франок, возвращаясь к теме конференции «Новая Беларусь», которая прошла в Вильнюсе. Светлана Тихановская заявила, что нужно действовать и объединяться. Вы сказали то же самое практически. Сказали, что нужно действовать. Сказали, что нужно делать все для того, чтобы свергнуть режим самопровозглашенного Лукашенко. Но сейчас, если посмотреть и провести параллель с Украиной, что Российская Федерация готова идти абсолютно на все, чтобы сохранить своих у власти. Я имею в виду коллаборантов на территории Украины. Я имею в виду Лукашенко на территории Беларуси. Самопровозглашенного президента Лукашенко. Я на этом хочу акцентировать внимание. Ради справедливости обязан вам задать вопрос, как сейчас будет происходить. Давайте прямо скажу – деоккупация. По факту, если отходить от слов Светланы Тихановской, Беларусь оккупирована Российской Федерации, то есть вот деоккупация режима Лукашенко. Как она должна происходить фактически, если взять за внимание то, что эта конференция «Новая Беларусь» – это больше информационная деоккупация. А как должна происходить фактическая? Ну, это первый шаг. Мы создаем институт альтернативной власти. Мы добиваемся делегитимизации Лукашенко. Он должен быть исключен из международных организаций, договоров. Ему никто не должен пожимать руку или звонить по телефону. В то же время должны все более стран признавать Светланы Тихановской альтернативный кабинет. Потом мы работаем над расколом силовиков, ищем союзников внутри системы. Те, которые готовы взять ответственность в свои руки, арестовать Лукашенко. Когда Лукашенко вдруг даст приказ переходить на территорию Украины белорусским войскам, эти люди откажутся это исполнять или просто захватят государственные здания. Другой вариант есть – это искать в обществе активные группы, которые будут в первую очередь неносительным путем создавать давление на режим через забастовки, блокировки, саботаж, диверсии, стачки, стачки. Это инструмент, который мы недоиспользовали еще в 2020 году. Российские войска должны чувствовать постоянное давление. Проект «Белорусский ГАЮН», запущенный Демсилами, в нем участвуют 30 тысяч человек. 30 тысяч активных белорусов рискуют годами тюрьмы, присылают фотки и видео, чтобы украинцы могли защититься от российских ракет, которые летят в белорусской территории. Они присылают, идентифицируют людей, российских военных, и фиксируют все их преступления, которые делаются с территории Беларуси. Это тоже шаги по деоккупации. И нам нужно усилять идентичность. Больше белорусского языка, больше белорусской культуры. Рассказывать белорусам, что они часть европейской цивилизации. Потому что сейчас мы наблюдаем просто тотальную русификацию и подготовку белорусского общества к поглощению. Опять же, я очень люблю проводить параллели между тем, что уже было, что есть и что возможно. Вот по факту свержения режима Лукашенко, самопрозглашенного президента. Как вы считаете, в нынешних реалиях, может ли оно повлечь за собой такие же действия Путина, как и по отношению к Украине? Я имею в виду полномасштабное вторжение, война. С так называемой демилитаризацией. Ну, мы случайно ничего не можем. То, что сейчас происходит в Украине, это абсолютно какой-то фантастический, кошмарный сценарий, который не могли поверить лучшие аналитики мира. Но знаете, что мы поняли только недавно, что первой целью, первой добычей Кремля и Путина было Беларусь. В 21-м году он уже начал деноцификацию, или как там он называет, в Беларуси с закрытием, уничтожением всего гражданского общества, арестами, пытками, уничтожением белорусской идентичности. Из музеев убирают даже статуи князей белорусских, Великого княжества Литовского, чтобы убрать все связки с Польшей и Литвой. То есть они уже проводят по факту то, что хотели бы проводить и собираются проводить на оккупированных украинских территориях. Будет ли военная операция, это будет зависеть в том числе от успехов Украины. Мы должны делать все, чтобы помочь Украине поломать ситуацию на фронте, чтобы заставить российские войска отступать, защищаться, чтобы максимально истощать армию Путина. Это создает окно возможностей, в том числе и для нас, и для белорусского общества, на освобождение. В этом направлении вы говорите о той поддержке, которая должна быть среди белорусов, а еще если говорить о международном также сообществе. Вот Евросоюз не признает легитимность Александра Лукашенко и поддерживает именно демократические устремления белорусов. Это подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в заявлении по случаю второй годовщины протестов. Жузеп Боррель сообщил, что Европейский союз готов мобилизовать комплексный план экономической поддержки стоимостью 3 миллиарда евро, как только в Беларуси состоится демократический переход власть. И от имени ЕС призвал официальный Минск освободить политзаключенных, уважать права человека, а также прекратить участие в российской военной агрессии против Украины. Давайте услышим Борреля. Мы твердо настроены продолжать использовать наши имеющиеся инструменты, в том числе дальнейшие санкции и усиленную поддержку для отстаивания демократических прав белорусского народа. Власти Беларуси должны вести подлинный и инклюзивный диалог со всеми элементами общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением и в соответствии с международными стандартами. Мы будем продолжать поддерживать международные усилия по привлечению Беларуси к ответственности с целью сбора и сохранения доказательств нарушений прав человека. Мы не забудем жертв режима Лукашенко, его прошлых и настоящих преступлений. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Какая белорусам нужна международная поддержка, чтобы страна была без Лукашенко, чтобы страна была свободной? Это очень сильные слова Борреля, которые вы прочитали не часто, верховный комиссар. Такими формулировками достаточно эмоциональными реагируют на события в других странах. Это значит, что Евросоюз достаточно принципиален. Так же само, как и Великобритания, Канада, США, Норвегия, Швейцария это наши главные союзники. Чего нам не хватает, это сильного альянса с Украиной. Я думаю, что сейчас самое время новому кабинету Тихановской и украинскому правительству начинать думать о сценарии, стратегии сотрудничества, чтобы освободить и Украину, и Беларусь от российской агрессии. Да, раньше были какие-то попытки не встречаться, не гневить Лукашенко, сотрудничать, даже посольство украинское работает в Минске. Но, возможно, после всех этих обстрелов, этих ужасов и соучастия Лукашенко нужно эту стратегию как-то переосмыслить. Мы надеемся, что сотрудничество с Украиной будет таким стратегическим изменением для Беларуси, будет вдохновением для беларусов, которые хотят бороться за освобождение. Нам также надо, кроме санкций на Лукашенко, найти возможность поддерживать общество. Оно сейчас за такой железным занавесом находится. И не то, что там привезти какую-то помощь невозможно. Бывает, письма, коммуникация в Беларусь не доходит. Мы, бывает, просто теряем связь даже со семьями политзаключенных. Вот нужно искать какие-то технологические решения, ну и совмещать их с давлением на режим. Франок, огромное спасибо вам, говорим, за то, что вы присоединились к эфиру. Живе Беларусь! Мы всегда это будем повторять в наших эфирах. Франок Вечерко, журналист, политический деятель Беларуси, советник Светланы Техновской. Был напрямую в связи с нашей студией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!